МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Полина. А также Наталья Васильевская, руководитель Центра дельфинотерапии Одесского дельфинария НЭМО. Здравствуйте. И также Карина Вишнякова, кандидат биологических наук. Карина, здравствуйте. Давайте в самом начале посмотрим вот это видео, которое облетело интернет, которое показали по всем телеканалам, что же там произошло. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышли. Все. Родила. Все. Давай, давай, объявляй, объявляй. Давай, 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 родила. Дорогие друзья, это даже только что на ваших глазах произошло настоящая женщина, что в нашем дельфинарии зародилась новая жизнь. Ну вот так вот. Я даже не знаю. Наверное, поздравить вас можно, да? Но вот вы читали все эти негативные отзывы, которые были в социальных сетях. Первый вопрос, который всех интересует, принимала ли участие дельфина в шоу? Конечно же, дельфин, которую мамочку зовут Пенелопа, она не принимала участия в шоу. Весь период беременности она не взаимодействовала с тренерами. Ну, точнее, взаимодействовала, это общение было. Но в шоу она категорически не допускалась к шоу. И после родов сейчас точно так же не будет участвовать в шоу. Она находится со своим малышом, заботится о нем, окутала полностью своей любовью, заботой, кормит его. Все прекрасно, чувствует себя хорошо и малыш, и мама. Но ведь мы видим зрителей. То есть было шоу, и здесь как оказалось? Дело в том, что Пенелопа находится вместе со своей стаей. Это самый хороший бассейн в Украине, где содержатся наши млекопитающие. В этот момент Пенелопа должна была находиться вместе со своими собратьями, сородичами, которые у них как в семьях, да, принято, они поддерживают друг друга всегда. И это было очень важно именно конкретно в этот момент. И то, что произошло это конкретно во время шоу, этот момент подстроить невозможно было. Да, мы знали, что она беременна, да, мы знали, что это скоро должно произойти, но то, что это произойдет в этот момент, этого угадать мы никак не могли. Можно я еще скажу? Да, пожалуйста, Наталья. И потом, когда мы узнали о том, что она беременна, безусловно, у нее был абсолютно релакс-режим, потому что мы всегда очень заботимся о тех самках, которые беременны, и мы смотрим за их режимом, за их питанием, за их состоянием. Она находилась совершенно не случайно в бассейне с дельфинами основном, в котором проходило шоу, потому что самка дельфина никогда не рожает сама, она всегда рожает в стае. В тот момент, когда она плохо себя чувствует, другие дельфины помогают ей, поддерживая ее и выталкивая дельфиненка тоже наверх, и они сопровождают дельфиненка, другие самки после рождения. То есть дельфины никогда не рожают без стаи, поэтому, соответственно, мы не могли и никогда так не делаем, не изолируем беременную самку. О том, что пенелопа беременна, вы узнали, если не субаясь, на третьем-четвертом месяце, то есть до этого определить невозможно. После этого пенелопа не принимала участие в шоу? Она не принимала участие в шоу, еще раз вам говорю, еще с момента первой беременности. Мы работали с детками с пенелопой. Карина, я, насколько понимаю, вы среди тех людей, которые негативно отнеслись к этой ситуации. Что им на вас возмутило? Ну, конечно же, рождение любого живого существа — это какое-то счастье, праздник, эйфория. Я, естественно, разделяю вашу радость. Это прекрасно, что дельфиненок родился, что все прошло вроде бы удачно, и сейчас вроде как все дальше идет хорошо. Ну, просто есть мое мнение как биолога, как специалиста именно по морским млекопитающим, в принципе, о дельфинариях, о содержании дельфинов в неволе и их коммерческой эксплуатации. И, кроме того, у нас есть законодательство. Вот передо мной лежит приказ Минприроды, в котором описаны основные правила и нормы содержания дельфинов в неволе. Я могу просто привести пункт этого приказа, в котором описывается, что… Ну, это, в частности, пункт 2.5. Тут написано, что на поздних сроках беременности самки и детеныши, которые находятся… То есть самка лактирующая, которая кормит детеныша, они должны содержаться отдельно от дельфинов. То есть, кроме того, что они, естественно, не участвуют в шоу на протяжении всей беременности, на поздних сроках они должны быть изолированы, и они не должны содержаться в том же бассейне, в котором производятся демонстрации, да, в котором… Но, как сказали сотрудницы только что, мы слышали, что им нужна поддержка других дельфинов. То есть, жизненно важно, необходимо быть именно таким беременным. Ну, знаете, я бы поставила под сомнение ваши сведения, по крайней мере, о том, что дельфины не как… Это не мое, это то, что вы только что услышали. Да, это то, что сказала Наталья, про то, что дельфины никогда не рожают самостоятельно. Я не могу сказать, что у меня есть документальное подтверждение, что бывают роды, когда самка находится одна. Но я думаю, что такие случаи в природе не исключение. Я вам точно могу сказать, что беременная самка очень часто бывает настолько беспомощна после родов, особенно в этот момент. И я лично наблюдала, как другие самки выталкивают дельфиненка, помогая ему сделать первый вдох. Мало того, в первые несколько суток после родов самка настолько уставшая, настолько утомленная родами, дельфиненок постоянно двигается. И он не отходит от своей мамы. И мало того, его надо корректировать, его движение. То есть они учат его поворотам и так далее. И я наблюдала такие картины, чтобы самка отдохнула, другая самка подходит и берет этого дельфиненка под опеку. Если вы посмотрите в природе, как это происходит, они друг друга помогают. Никогда одна самка не может даже просто воспитать малыша. И особенно первые трое суток после родов они постоянно плавают вместе. То есть они заменяют друг друга и помогают. Нет такого я никогда не видела и в природе. Может быть, вы найдете такие съемки? Но я думаю, что это в исключительных каких-то случаях. Я даже не знаю, что должно произойти с самкой дельфина, чтобы она осталась одна без стаи. Я думаю, такие случаи в природе встречаются. И это не редкость. К тому же такие большие социальные группы, как, к примеру, афалин, который содержится в дельфинарии, это не правило среди морских млекопитающих, среди китообразных. Я думаю, вы сейчас только догадываетесь на самом деле, когда вы говорите о том, что, возможно, в природе это существует. Я изучаю, я работаю с дельфинами 12 лет. И я не видела, чтобы дельфин... Дельфин даже сам, когда находится, он впадает в депрессию. Дельфины не могут существовать без стая. Это для него не свойственно. И тем более во время родов. Ну, дело в том, что мы, Наталья, с вами говорим о разных... Извините, услышим мнение старшего научного сотрудника Института зоологии имени Шмальгаузена. Павел Голдин с нами на телефонной связи. Павел, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, да, безусловно, какой инцидент произошел в одесском дельфинарии НЭМа. Ваша экспертная оценка. Была ли допущена ошибка со стороны сотрудников дельфинария? К сожалению, мне неизвестно много подробностей этой ситуации. Но то, что я видел на видео, полутораминутный ролик, он, конечно, вызывает несколько, как минимум, несколько вопросов. То есть непонятно, участвовала ли эта самка в представлениях. То есть подвергалась ли она коммерческой эксплуатации на последних сроках беременности. Не очень понятно, как она, в принципе, оказалась в бассейне. Во время представления о природах. То есть обычно же, когда речь идет о содержании и о разведении животных в неволе, то животные проводят большую часть жизни в одном бассейне, а сталкиваются с людьми, выступают каких-то представлений в другом бассейне. Тут получается, что все происходит в одном бассейне. Кроме этого, насколько я понимаю, в этом же бассейне происходит и плавание людей с дельфинами. То есть получается, что любой посетитель может там понырять вместе с этой самкой, с новорожденным детенышем, принести какую-то инфекцию. И, в общем, честно говоря, у меня очень много вопросов, на которые я так вот сходу не нахожу ответов и не могу получить информацию. Несколько вопросов задали, оставайтесь на линии. Я думаю, сейчас сотрудники НЭМа ответят. Наталья. По поводу плавания людей с дельфинами в этом бассейне. Действительно, оно проходит, но до родов. После родов мы берем карантинный период и плавание проходит совершенно в другом бассейне. Какие еще были вопросы? Участвовала ли она во время шоу? Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Мало того, видеосъемки нашего шоу выложены в большом количестве в Ютубе. И там всегда перечисляются имена дельфинов, которые выступают. И вы не встретите этого имени среди выступающих дельфинов. Этого дельфина зовут Пенелопа. Это легко проверить. И мы абсолютно уверены в этом. Сейчас еще один вопрос задам. Павел, в целом, можете взять оценку условиям содержания дельфинов по Украине? Ну, в целом, насколько мне известно, сейчас ни один из дельфинариев по физическим параметрам не удовлетворяет рекомендациям, которые были предложены, если я не ошибаюсь, в 2010-2011 году. То есть это маленькие бассейны, и это ненадлежащий контроль над качеством воды. Отсутствие открытых акваторий. То есть у нас единственный океанариум, в котором были, точнее, не все немногие океанариумы, в которых были открыты акватории, они находятся в Крыму. А здесь, в материковой части Украины, понятно, что это малоосуществимо, потому что у нас просто слишком холодное море. И, в общем, все это вызывает больше вопросов, чем ответов на. А условия содержания дельфинов в Одесском Немо вы изучали или нет? Нет, нет, я никогда не был в Одесском дельфинарии Немо, и поэтому мне трудно поддерживать предметно-разговорную эту тему. Оставайтесь еще с нами на линии. Полина, есть информация, что сотрудники Немо пытались, мягко говоря, надавить на некоторые СМИ, чтобы это видео удалили из сайтов ее? У меня такой информации нет. Я не считаю, что это видео, которое не должно быть опубликовано. Ничего страшного в этом нет. Свидетелями этого события стали зрители. Это более полутысячи человек, которые просто вставали с своих мест и аплодировали громко, и плакали просто многие, и тренеры, и зрители. И то, что это видео попало в сеть, это, наоборот, подтверждение того, что это действительно громкое и отличное событие. Это пополнение, это рождение, еще появление в сетах в жизни. Для вас это позитивное событие, Карина? Ну, я уже говорила о том, что это, конечно, очень трогательный момент рождения любого живого существа в целом. Но есть мнение в целом о вопросе дельфинариев, о содержании дельфинов в неволе, о коммерческой эксплуатации животных и прочее. И, естественно, наши отношения как защитников природы, как людей, которые изучают животных в дикой природе и считают, что они там и должны находиться, что это их дом, ну, конечно, это вызывает как бы немножко негативную реакцию. Сколько дельфинов живут в неволе? В неволе, кстати, дельфины живут меньше, чем в... вернее, больше, чем в дельфинариях, потому что... А дельфинарии — это и есть как бы неволе, да? На воле дельфины живут меньше, чем в дельфинариях, потому что у них, когда есть информация о том, что находят в останках дельфинов и пакеты, и всевозможные болячки, то есть сейчас море очень загрязнено. И, кстати, у дельфинов не самая большая продолжительность жизни на воле. В дельфинариях они находятся под постоянным ветеринарным контролем, и поэтому они живут дольше. Павел, а ваше мнение? Вот мы услышали, что в неволе живут дольше, чем на воле. Действительно ли это так? Я бы хотел получить подтверждение этого, потому что каждый раз, когда мы запрашиваем в дельфинарии о том, сколько у вас времени живут дельфины, какие это дельфины, какие у них даты рождения и смерти, нам отказывают в этой информации, ссылаясь на коммерческую тайну. Это закрытая информация получается? У нас есть документы на каждого из дельфинов, и это можно узнать. Я так понимаю, что мы предоставляем эту информацию соответствующим службам и органам, которые к нам обращаются, потому что есть проверки, уполномоченные, и, соответственно, мы показываем все документы. Животных без документов в принципе в Украине не может быть. И, естественно, они все зарегистрированы, там указан год рождения и так далее. Павел, вы как слышите, можете обратиться еще раз в НЭМО, и, возможно, вы получите такую информацию. Журналисты могут где-то в доступном доступе, публичном увидеть эту информацию, сколько живут дельфины и так далее? Ну, как сказала Наталья, это могут сделать уполномоченные органы, обратиться к нам с соответствующим документом, с запросом, и мы тогда предоставим информацию. Я, конечно, не специалист в этой теме, но знаю, что на воле живут до 25 лет дельфины, правильно? А в неволе 3-4 года, это максимум. Это абсолютно... Это распространенное заблуждение. Кто-то вбрасывает эту информацию, другие распространяют, не очень компетентные люди, поэтому такое распространение широкое получается. Бывают разные ситуации, и в воле, и в неволе, где угодно. На воле дельфинов, вот как Наталья говорила, поджидают множество опасностей. И сложно даже отследить, сколько они там живут. Разные дельфины и... Я могу сказать со своей стороны, что лично я работаю с дельфином уже 12 лет, которого зовут Гулливер. Его знают все детки, которые к нам приезжают на дельфинотерапию. Тоже абсолютно открытая информация. Дети, которые проходят, приезжают, именно к этому дельфину, потому что тоже знают его много лет. Поэтому, ну, это абсолютно неправдивая информация про те годы, которые вы называете. Павел, а насколько в целом целесообразно существование дельфинариев в Украине? Ведь многие страны Европейского Союза отказались от эксплуатации дельфинов. Вы знаете, тут кроме зоозащитного есть еще природный охранный аспект. То есть, наши вопросы к дельфинариям связаны с тем, что нам непонятны источники поступления дельфинов в дельфинарии. Потому что известно, что Черноворская фалина занесена в Красную книгу, в том числе и Международную Красную книгу. И Украина подписала конвенцию об охране и защите дельфинов Средиземного и Черного морей, как предупрещает отлов черноморских афалин. Но, тем не менее, афалины в большом количестве содержатся в дельфинариях. Их число не уменьшается, а возрастает. И совершенно непонятно, откуда они берутся. То есть, и, к сожалению, у нас нет никаких механизмов проверки. То есть, мы не знаем, это действительно дельфины, рождающиеся в неволе, или это дельфины, которых отлавливают незаконно. Понимаете? То есть, наши вопросы к дельфинариям, они лежат вне сферы зоозащиты, они касаются охраны природы и благополучия природных популяций. Понятен вопрос. Можем услышать ответ? Очень хороший вопрос. Спасибо, потому что его часто очень задают. И всех это интересует. Часть дельфинов — это те дельфины, которые были рождены в нашем дельфинарии. Часть дельфинов — это тихоокеанские дельфины, которые были куплены. То есть, это есть также категория спасенных, так называемых, дельфинов. То есть, те дельфины, которые попадают в сети рыбакам и по состоянию здоровья у них, допустим, есть проблемы с хвостом, с плавниками и так далее, они попадают на реабилитацию, и в большинстве своем они дальше уже не могут существовать самостоятельно. Но большая часть дельфинов — это рождённые. Сколько у нас родилось? Этот дельфинёнок — 26-й. 26 дельфинов за 13 лет. Я думаю, это внушительная цифра, которая также говорит о том, насколько себя хорошо чувствуют дельфины, как за ними смотрят, и какое состояние воды и питания у них. Потому что, естественно, дельфины бы не размножались в таком количестве, если бы условия были ненадлежащие. И такая цифра далеко не во всех дельфинариях, я вам скажу, работая в этой сфере очень долго. Да, у меня есть вопрос по поводу продолжительности жизни. Вот вы сказали, что за 13 лет 26 дельфинов, да? То есть наверняка уже были смерти. И они, ну, по нашему, опять же, законодательству, они должны быть задокументированы. И, естественно, должен быть определён возраст животного. И сколько им было лет этим умершим дельфинам в дельфинариях? Обратитесь, пожалуйста, к... Ну, если вы представляете... Ну, вы меня просто обвиняли в умозрительных оценках, и я говорила о том, что беременная самка может рожать в природе самостоятельно, без помощи группы, например. Например, так рожают горбатые киты. Ну, это просто пример, который мне пришёл в голову первый. Ну, на самом деле, мы их найдём массу, и действительно можно найти и видеоподтверждение. Ну, просто, чтобы не быть голословными, вы говорите, что дельфины в неволе живут дольше. Я вам могу сказать, сколько средняя продолжительность жизни черноморской афалины в природе, потому что это часть нашей работы. Мы как раз занимаемся определением возраста не только афалины, но и других двух видов китообразных, которые обитают в Чёрном и Азовском морях. Вот, поэтому у нас есть конкретные фактические данные, которые... Ну, это оценки возраста, да? Они у нас, грубо говоря, задокументированы нашими научными публикациями, нашими научными диссертациями, защищёнными уже. То есть у нас есть группа специалистов, которые занимаются определением возраста, и мы знаем, сколько они живут в Чёрном море. Ну, вот Павел сейчас может вам сказать среднюю продолжительность жизни афалины в Чёрном море и максимальный нами зарегистрированный возраст на данный момент. Ну, то есть у нас есть конкретные данные, чтобы не быть голословными. В наших документах также есть конкретные данные, и я уверена, что можно, обратившись через соответствующие органы, получить всю информацию по возрасту наших афалин. И это прекрасно, что вы исследуете животных. Нам, я думаю, что тоже будет полезно с вами сотрудничать и сопроводить какие-то совместные исследования. Ну, я просто думаю, что за ваш большой опыт, да, 12 лет, вы можете сказать, ну, хотя бы какую-то примерную цифру, сколько живут дельфины у вас вот в неволе, да? Ну... 30-35 лет. Да, 35 лет. Ну, вот, кстати, Дмитрий Бакаев, одесский журналист, пишет, что в неволе они живут 3-4, 3-5 лет. И, кстати, на своей публикации в Facebook он приводит отрывок из письма бывшей сотрудницы дельфинарии. В частности, что она написала, жить им там недолго и уже готовят новых клоунов, клоунов в кавычках, когда идти мрут о тоски и безнадежности. Живут они в этой тюрьме среди собственных фекалий, где также плавают и люди, приводят больных детей, наивные, вряд ли дельфини фекалии их вылечат. А чтобы вода не цвела и не воняла, ее глушит хлором. Вот это фрагмент письма о бывшей сотруднице дельфинарии. Если можно, я хотела бы прокомментировать ситуацию. На самом деле, очень много псевдо-сотрудников, людей, которые называются бывшими сотрудниками, которые распространяют такую информацию. И я считаю, что это совершенно неправдивая информация, и на нее опираться не стоит. И как журналист, он, Дмитрий Бакаев, я не ошибаюсь, да? Я считаю, что он мог бы провести исследование с двух сторон, да? То есть и к нам прийти, возможно, пообщаться с нашими сотрудниками, узнать все данные. Ну, обе стороны изучить, я считаю. Это было бы правильно, а не опираться на неизвестных людей. Мы не знаем даже, что сотрудник действительно это был или нет. НЕВА готовы быть открытыми для журналистов, для предоставления любой информации? Да. К нам приходят всегда журналисты, снимают сюжеты. Мы им предоставляем информацию. Карина, а по Вашему мнению, сколько безопасно детям находиться в воде вместе с дельфинами? Ну, у меня просто есть на этот счет мое личное мнение и по поводу дельфинотерапии, и по поводу нахождения ребенка или даже взрослого человека с дельфином. Ну, поскольку изначально это животное дикое, довольно агрессивное, в природе не то, что не редкость, а это правило демонстрации агрессивного сексуального поведения крупных половозрелых самцов. То есть, если вы посмотрите, например, на дельфинов в природе, в дикой, вы увидите, что они все, ну, как бы немножечко так, полосочку. Вот эти все полосочки белые, выглядящие, в принципе, как шрамы, это и есть шрамы, это шрамы от зубов. То есть, таким образом они, то есть, это часть социального поведения. Таким образом проявляется агрессия, таким образом проявляется сексуальное поведение, доминирование и прочее. То есть, животное в целом, как бы, как хищник, да, и как, в принципе, дикое животное, но, в принципе, агрессивное, и это агрессивное поведение свое не стесняется демонстрировать. В дельфинариях мы имеем дело с животными дрессированными. Ну, можно привести пример цирка, в котором тоже дрессированы дикие крупные кошки, да, например, и среди них нередки случаи нападения на человека. И это задокументировано, это тоже опять же есть. Кроме того, ну, отталкиваясь, то есть, ну, понятно, да, что я считаю, что это небезопасно. Вот, ну, это так. Так, кроме того, есть примеры нападения китообразных на людей, дрессированных уже китообразных. Есть очень печальные истории содержания косаток в океанариумах. Они там людей, не только на людей нападали, они людей там убивали. Причем это были, ну, довольно жестокие страшные убийства. Есть документальный фильм про косаток, который называется «Блэк фиш». Мне кажется, посмотрев этот фильм, ну, многое стоит на свои места. То есть, это фильм полностью снятый про то, насколько печально заканчиваются вот эти события, содержание, ну, там, именно косаток, ну, косаток в неволе. То есть, на мой взгляд, это небезопасно, в принципе, как общение с любым диким животным, это несет риски. Оценить их я, к сожалению, не могу. Ну, они есть. Были ли неприятные инциденты, связанные с дельфинами и детьми? К счастью, нет. Я хотела бы успокоить всех родителей, потому что на нашей практике наши тренеры, наши специалисты взаимодействуют с дельфинами. Как вам известно, у каждого дельфина есть свой характер. Некоторые более покладистые, некоторые более живые, озорные. В Немо существует несколько бассейнов, где содержатся более спокойные дельфины. Вот как Наталья рассказывала, дельфинотерапия. Они с детками работают, оказывают поддержку им, может, даже лечат, как способ, да, анималотерапии особенных деток. А есть дельфины, которые более активны. Они принимают участие в шоу. Активные или более агрессивные? Нет, они активные. Агрессия проявляется, наверное, в каких-то определенных случаях, но я не замечала, вот на своем опыте я не замечала. Как может проявиться агрессия у дельфина? Как это происходит? Я могу сказать по опыту, что дельфины бывают, что между собой выясняют отношения, утверждая свою собственную иерархию. То есть всегда в стае выделяется самец. И когда возникает альфа-самец, и когда возникает вопрос, кто главный, он всегда показывает. Или только в таком контексте я видела какие-то проявления. Действительно, они могут гоняться друг за другом, иногда царапать друг друга. Но в отношении людей я не встречала направленной на человека агрессии. Просто я думаю, что дельфин воспринимает совершенно в другом контексте человека. А если во время этих выяснений отношений в воде находятся дети? Во-первых, всегда тренера, как уже сказала Полина, понимают характер животных. И для общения с детьми мы отбираем дельфинов наиболее спокойных и наиболее предсказуемых. Если дельфины начинают играть, у них, вы знаете, между игрой и выяснением отношений очень тонкая грань. Потому что очень часто это бывает два молодых самца, которые начинают очень быстро плавать по бассейну, толкают друг друга. То есть, я же говорю, там и игра, ну как, в принципе, и у львят, если вы наблюдали их игры. Они покусывают друг друга и играют. Что это у них, драка или игра? Вот. Также и у наших дельфинов. Если даже дельфины активизируются в бассейне, то, как правило, тренер, наблюдая эту картину, может попросить людей подождать, пока дельфины закончат играть. Вот. Но именно агрессии в сторону человека я никогда не наблюдала. Карина, известны ли вам случаи, есть, может быть, некая статистика, когда дельфины нанесли вред людям или же детям? Я не знаю такой статистики. Ну, такие случаи есть. Но для Чёрного моря они не отмечались. Они не задокументированы как-то официально, понимаете. Но вообще случаи нападения китообразных, не только вот дельфинов, не только афалин на людей, они, конечно же, были. И они нападают на особей своего вида, другого вида. Ну, то есть, если они напали на особь другого вида китообразного, могут они напасть на человека? Ну, конечно, могут. Если они нападают на других морских млекопитающих, типа тюленей, например, да, тюлень по размерам, по внешнему виду, в принципе, может сойти из-за человека, да, то, в общем, я говорю, риски такого могут присутствовать. То есть, нападение на человека, оно, в принципе, возможно. Как в дикой природе, так и в дерьме. Я могу предположить, в какой ситуации были нападения, потому что из того, что я наблюдаю по поведению животных, и вот сейчас самка Пенелопа после рождения, она не пускает, естественно, никого в бассейн. То есть, ни тренер, никто не может даже просто в воду зайти, потому что, ну, идёт, она выгоняет, и стадо ей помогает, да. Ну, то есть, ей нужно несколько дней, чтобы адаптироваться, понять, что с малышом всё хорошо. Поэтому, возможно, в этих ситуациях, если это говорится о каких-то конфликтах, да, в Чёрном море, возможно, человек или другое животное оказались вот в ситуации с самкой. Я только в этой ситуации видела, что тогда она защищает. Вот, и мы, зная это, в принципе, ну, у самки всегда есть контакт со своим тренером. То есть, как только она уже начинает пускать тренера ближе, подходит, идёт на контакт, и тренер опускается в воду, и тогда мы понимаем, что постепенно уже мы дальше развиваем этот контакт. Во время ваших шоу дети принимают участие в спектакле этом? Дети дельфиновые имеют в виду? Нет, дети. Это дети, дети, дети. Нет, нет. Я просто вот видел, я смотрел этот фрагмент видео, когда увидели, что Пенелопа, да, если бы я сродила, вот там у кромки находился маленький мальчик. Могла ли Пенелопа как-то резко, агрессивно реагировать, да, и, не знаю, там выброситься? Это не это видео, ребята, покажите вот самое начало. Да, мне интересно. Да, покажите. Это, наверное, зритель, да? Это не это видео, друзья. Ладно, ну, вот рядом находились люди, да? Могла ли Пенелопа агрессивно реагировать на них? Чисто физически это произойти не могло, потому как она выпрыгивает, когда выпрыгивает из бассейна, траектория немного другая, а ребенок находился возле бассейна. Это физически невозможно. Во всяком случае у нас, извините, пожалуйста, у нас есть сотрудники, которые находятся постоянно в зале и которые контролируют любую ситуацию. То есть у нас даже есть люди, которые смогли бы среагировать, но это исключено просто. Вот я уже отметил, что многие страны ЕС отказались от дельфинариев, уже много было закрыто. Карина, вы, я так понимаю, больше выступаете за то, чтобы дельфинарии в Украине закрылись? Ну, да, как... Свободу дельфинов, скажем так, да? Да. Как биолог, конечно, я только так позиционирую и себя, и свою работу, естественно. А как вы технически, Карина, видите эту ситуацию, что дельфины, которые рождены в дельфинариях, оказываются на воле? Вот интересно, как долго они проживут там? Вот, смотрите, если можно, ребята, да, еще обратно верните на самое начало, и мы увидим, да, вот здесь. Обратите внимание, зрители находятся, сколько там, даже метра, по-моему, нет от бассейна. В этот момент пенелопа могла как-то агрессивно отреагировать? Она может защищать детеныша только в воде и только после рождения. То есть это все, что касается ее территории в воде. Никто, кто находится на суше. Ну, я дальше видел там фрагмент, маленький мальчик совсем подошел близко к краю бассейна. Ну, да ладно, хорошо, к счастью, все обошлось. Зрители увидели вот этот вот шоу, кого-то оно обрадовало, кого-то вот нет. Так видим, что есть много противников того, что произошло в Одесском дельфинарии Немо. Вы отвечали на вопросы, вас прервал, пожалуйста. Да, чисто технически. Как вы видите это? Дельфины, рожденные в дельфинарии, они окажутся на воле. Как долго они проживут там? Ну, во-первых, если речь идет о тех дельфинах, которые куплены, и это Тихоокеанская афалина, а не Черноморская, то они, естественно, не могут быть выпущены к нам в Черное море, поскольку генофонд нашей Черноморской афалины довольно обедненный, и засырять его, ну так, грубо говоря, засырять его чужеродными генами, это очень плохая практика, это ни к чему хорошему, естественно, не приведет. То есть, ну, если мы говорим о чисто техническом моменте вопроса, к которому мы еще вплотную не подвинулись, к сожалению, то таких дельфинов нужно будет транспортировать только туда, грубо говоря, где они куплены. Или в то место, где их ген... Ну, то есть я вообще не знаю, от кого рожден этот детеныш. И, ну, к примеру, да, вот Пенелопа, она... И это Тихоокеанская афалина? Она откуда-то привезена? Пенелопа у нас рождена была тоже. Она у вас рождена, но ее генотип соответствует Черноморской афалине? Это необходимо уточнить. Это нужно докучать, да. Ну вот, поэтому, ну, смотрите, допустим, она Черноморская афалина, но рожает она от Тихоокеанского самца. Это уже гибрид, который не должен выпускаться вообще ни в какое. Ни в Тихий океан, ни в Черное море. Вот. Для того, чтобы не подвергать животное риску, сразу бросать его в агрессивную среду, когда он привык жить в неволе и есть с рук, должны существовать специальные реабилитационные центры, в которых дельфинов будут кормить живой рыбой, заново учить их охотиться, заново учить их жить в дикой среде. И только так. То есть они должны пройти какой-то период реабилитации и только после этого быть выпущены в дикую природу. Такие случаи есть, это практика. Например, некоторые Штаты Америки, Соединенные Штаты Америки, в некоторых штатах отказались от дельфинариев и каким-то образом эта проблема была решена. Спасибо вам, Карина. Услышали все за и против, но выводы, уважаемые зрители, делать вам. Далее у нас не пропустите мировые новости. В частности, вы услышите о таком. США и Южная Корея приостанавливают военные учения. Азиатские биржи закрылись с падением стоимости акций на фоне обострения экономических отношений между США и Китаем. Ну и также Верховная Рада приняла закон, который позволит дополнительно защитить памятники культурного наследия из списка ЮНЕСКО. Об этом не только. В мировых новостях через несколько минут. Меня зовут Евгений Салтанов. Оставайтесь на седьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова